Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся в маленьком городке Эптос. Это недалеко от Санта Круз, немножко южнее. И вот этот пляж, который перед вами открывается, он называется Рио Дел Мар. Тут совершенно очаровательные вот такие маленькие магазинчики, ресторанчики. Вот, собственно, и речка сама. Вот там с птичками, со всеми делами. Здесь есть такой променадный трейл. Вот такая тут стоит табличка вначале, объясняет правила игры. Сегодня довольно тепло, может быть, градусов 15. Для начала января совсем неплохо. Вот облака пересты замечательные. Песочек. На песочке не многолюдно, но многолюдно вот на самой тропе. Вот тут собачники со своим хозяйством ходят. Вообще много всякого народа. Вдоль вот этой променадной тропы тут такая зеленая полосочка. И дальше вот машины едут, машины паркуются. И вот вы видите здесь такие крытые места, где можно сесть на лавочке, сделать барбекю. Вот так это выглядит. Вы видите, что можно, взяв за ручку, опускать решеточку пониже или поднимать повыше. Вот сюда насыпают угольки. Вот, а здесь, значит, ну, можно щеткой почистить. Здесь такие специальные щетки окалину снимают. Тут же кран с водой, вы видите, для мусора, если что. То есть так все для людей. Ну, и тут же океан, естественно, для получения всестороннего удовольствия от жизни. Как и положено приличному парку, здесь вот есть такой стендик, да, на котором вы можете прочитать тут, куда вы попали и что здесь замечательно. Тут же не менее культурное заведение, вы, может быть, даже слышите шум спускаемой воды. Это туалет. Без туалета тоже отдых не тот, не тот. И отношения с природой могут, как бы, сильно осложниться. Вот так вот. Я бы сказал, немноголюдно сегодня, совсем немноголюдно. Ну, зима. Вот это разломанное суденышко, это, как бы, один из отличительных признаков Рио-де-Лмар. Вы можете сказать, вот встретимся там на Рио-де-Лмар, вам скажут, а где это? Вы скажете, ну, вот там, где судно развалившееся лежит. Мы сейчас отправимся вот по этому настилу, к тому бетонному кораблю развалившемуся. А вот направо от нас, я хотел вам показать, находится, ну, тоже пляж, он продолжается. И если туда минут так 20 потопать, то там будет излюбленное место отдыха наших соотечественников под названием Нью-Брайтон-Бич. К Брайтон-Бич, который в Нью-Йорке отношения никакого не имеет. Только по названию. Вот туда. Очень удобно, например, приехать на Нью-Брайтон-Бич и пройти сюда пешочком. Это такое тоже любимое занятие многих, так вот, босичком там или в кроссовочках, вот вдоль океана, по песочку. Вот они доходят до этого мостика, потом обратно. Впечатление так чисто визуальное такое, что этот настил сделан из железнодорожных шпал. Хотя, вряд ли. Ну, потому что очень крупные вот эти брусья. Видно, что это, они не могут быть шпалами. Они длиннее, чем шпалы. Но, я сказал, чисто визуальное. И уже с этого пирса, конечно, по-другому смотрится берег и океан. Тут серьезным забором огорожен вход на судно затонувшее. Ну, вот я так сбоку попробую обойти, чтобы показать вам, что, действительно, вещь железобетонная. Не шутки. Тут мне Света говорит, как же эта железобетонная вещь может плавать? Еще как может плавать. И как вам нравятся, друзья, вот эти домики прямо там на обрыве стоят, а? Смотрите. И вот тут, с другой стороны, моста. Такие красавчики. Вот вы видите, друзья, вот эту структуру. Такой набор деревянных лестниц, ведущий с пляжа, с парковки вверх туда. на самую макушку. Там можно тоже наверху гулять, там улицы, дома стоят. Все по-честному. Вот туда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»